здравствуйте если вы меня сейчас слышите это значит только одно что вы со мной на одном и том же канале на канале где мы для вас подготовили очень много цены и полезной информации по остро умничаем и так специалисты по похудению настойчиво убеждает употреблять картофель крайне редко а лучше вовсе отказаться в пользу здоровья и красоты последние исследования американских ученых опровергли стереотипное мнение о том что употребление в пищу картофеля вызывает ожирение несомненно его клубни очень питательные и калорийны вместе с тем повышенное содержание солей калия особенно в печеном овощи позволяет организму эффективно избавляться от лишней жидкости и регулировать скорость водно-солевого обмена веществ то есть метаболизма диетический эксперимент с участием добровольцем показал результат что абсолютная потеря веса каждого участника независимо от уровня глюкозы и крови составила свыше 7 килограмм за одну неделю выводы специалистов однозначны картофель занимает лидирующее место в рейтинге продуктов снижающих вес главное правило не есть его вместе с мясом или рыбой а также в виде жареных долек и кусочков фри или чипсы вот одна из картофельных диет чтобы похудеть на три дня за три дня от полтора до двух килограмм диетологи предлагают следующую пищевую диету на завтрак на завтрак ограничиться стаканом молока жирность от пол до полтора процента на обед отварить 300 грамм картофеля который можно немного посолить из толч в пюре ужин должен состоять из салата одно вареное яйцо 250 грамм отварного картофеля заправленного растительным маслом рекомендуется сбрызнуть салат одним из натуральных уксусов винный фруктовый либо яблочный повторить диету можно через месяц заключительном на рекомендации лучшее время года для картофельного похудения конец лета когда на прилавках появилась свежие клубни в большой степени насыщенные полезными элементами ну что ж на это у меня все более детальной информации если нашем сайте так что подписывайтесь раскидывайте это видео вашим друзьям если вам нравится картофеля и диета с вас пожалуйста лайк услышимся